Вы осознаете, что мои слова по шариату, когда пересмотрите этот прямой эфир? Мы говорим по шариату. На нас нет никакого политического давления, и ни одна политика не может оказать на нас давление. Если бы оказывали давление, нас бы до сегодняшнего дня уже остановили. Не могут они нас остановить. Пока наша жизнь в наших телах, мы будем говорить то, что полезно этой уме. Мы не остановимся с чьих-то «Остановись». Мы не боимся давления. Мы на шариатской основе за запрещение того, чтобы любой мог обучать любой религии. Почему же? Захевзуддин. Чтобы защищать религию. Мы должны оборонять эту религию. Нет другого у нас пути. Позвоните ребятам в Европе, у кого там есть знакомые. Товарищи в Европе, сделайте видеоролик с позицией совестью. Как вы защищаете вероубеждения своего ребенка? Задайте им вопрос. У них не получается защитить. Так как в Европе обеспечена свобода религиозному обучению? Повторяюсь, обеспечена свобода религиозному обучению. Даже сильные мусульмане не могут защитить религию своих первых и вторых поколений. Они превращаются в избожников, голубых, трансгендеров. Не получается у них это остановить. Если возьмут их за воротник и отчитают, то ребенок звонит 911. Потому что в школе его научили со словами «У тебя есть право и свобода. Ты можешь сделать, что хочешь». После звонка государство приходит и забирает ребенка. Забирает от отца. Пусть ваш ребенок придет к вам и скажет «Я хочу быть ЛГБТшником». Вы ему по духу так врежете, что он покатится на полу. Никто ничего не скажет. Верно? Я не сторонник рукоприкладства, а сторонник воспитания образованием. Но у нас есть законы, которые защищают права наших детей. Теперь, может, поняли, о чем идет речь. Хызуддин, товарищи, цель ислама. Я говорю про цель ислама. Некоторые хотят впихнуть нам цель Европы. Еще делают замечания. Не делайте мне никаких замечаний. Делайте замечания своим мыслям, своему порочному понятию. Если вы искренне покаетесь, выйдите и скажите «Простите, я не знал. Я не сторонник того, чтобы наша нация подражала Европе. Может, я не смогу остановить это. Может, они опять будут стараться. Это еще не остановилось и еще не остановится». Они могут писать письма в инстанции выше себя, еще выше и еще выше, даже в Гаагу. Они могут не остановить это движение. Для этого они могут даже постараться сделать революцию в стране. Но я буду говорить то, что смогу. Даже если я останусь один-единственный, я буду противостоять. Почему? Хызуддин стоит превыше, товарищи. Это цель шариата. Какие еще есть запреты, которые защищают нашу религию? Нет уже. Запреты важны, ребята. Если не будет запрета, не будет требований. Даже для остальных вещей в шариате, например, для защиты ума, тоже нужен запрет. Какой же запрет? Опьяняющие напитки объявляются харамом. Выпивший будет наказан по шариату. Будет запрещено читать неподобающие книги. Всем. Особенные люди будут читать. Например, мы говорили, проникают миссионеры и впаривают нам свое вероубеждение. Мы организуем группу специалистов, они читают Библию и дают им опровержение. Все. Например, книга «Почему у Грузии получилось?» Я не запрещаю читать, но мы должны оповестить о том, что же это. Поэтому я высказался о ней. Вот прочтете эту книгу? Что же происходит в Грузии? Опять начался беспорядок в Грузии. Вот именно такую ситуацию хотят люди, которые перевели эту книгу. Они не могут спокойно наблюдать за спокойной жизнью и возрождением моего народа. Я предупреждаю от этого. Повторяюсь, даже если останусь один-единственный, я буду предупреждать. Даже если никто не будет ко мне прислушиваться. Я буду говорить, чтобы в судный день сказать. Я Робби. Я донес. Я говорил. Я передал согласно твоему шариату то, что знал. Но, аль-хамду лилляхи, очень и очень много людей осознали. Некоторые, ударившись головой об стену, приходят и говорят, простите, я осознал. Некоторые, увидев это, говорят, оказывается, он правду говорил. Большинство нашего народа имеют осознанность. У них ум не испорчен. Они понимают. Но те, кто возволнованы такими событиями, будут продолжать. Мы должны открыть глаза, товарищи. Итак, оказывается, даже для защиты ума нужен запрет. Опьяняющие напитки и одурманивающие вещества должны быть запрещены. Они должны уголовно расцениваться. Действующие органы сразу должны обеспечить наказание тем, кто продает спиртные напитки вокруг мечетей и школ. Надо их наказывать. Они самые большие преступники. Это структура, которая калечит ума внутри нашего народа. Должностные лица должны поставить их на место. Мы тоже, журналисты, должны проявлять отношения. Пойти, снять на видео и доказать, что это беззаконие. И отдалить это прочь от народа. Конечно, нельзя искоренить, но можем огородить себя.